Доброе утро, Красноярск! Когда вы наклоняете колени вправо-влево, он начинает ехать. Тренажер работает только от внешней ноги. То есть, как и на лыжах, это полностью воспроизводит движение на склоне. То есть, так же, как на склоне, там что-то обруливать, подруливать. Да. Внешняя нога у вас будет, которая будет находиться вниз по склону. То есть, правый поворот – это левая нога. В тот поворот. В левый поворот – это правая нога. То есть, сейчас вы задавливаете левую ногу. Давайте попробуем. Левую ногу и едете вправо. Левую ногу. Я сейчас правую задаю. Ладно. Ладно, задавливаю левую ногу. Вот так, видимо. Ну, затем правая нога идет у нас. Ну, расскажите, кому подойдет такой тренажер? Я вот, кстати, вы знаете, что я новичок в этом виде спорта. Стоял на лыжах только в последний раз, по-моему, в классе в пятом. Поэтому я думаю, что для новичков это очень хорошо. Да. Тренажер подходит полностью для новичков и также для профессиональных спортсменов. И просто для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Ну, для профессиональных спортсменов есть какие-то бонусы? Профессиональный спортсмен получает здесь полный контроль тренера. То есть ему не приходится ждать где-то тренера на горе, чтобы он объяснил ему ошибки. Здесь постоянно идет корректировка его работы. Ну, какие-то мои ошибки, может быть, обозначить? Два колена нужно наклонять в поворот параллельно, для того, чтобы на склоне вы не упали. Также постоянное давление на внешнюю ногу, это будет как опора служить вам. То есть если вы будете вставать на внутреннюю ногу, которая находится внутри поворота, вы упадете, вот как сейчас. Вот как сейчас, да. Расскажите, насколько вот с реальной жизнью совместим этот тренажер? То есть есть ли различия, есть ли сходства? То есть как на склоне себя чувствуешь после этого тренажера? Все-таки чем он отличается? Ой. Тренажер помогает освоить язык катания. Здесь отсутствует движение поперек склона, но это не мешает научиться кататься и вообще понимать, что на горе нужно делать вам. А есть вариант, то есть на горе несколько запаниковать, да, или все-таки этот тренажер в достаточной степени подготавливать? Кстати, сейчас Дарья продемонстрирует нам, как это все происходит более-менее в реальности. Сейчас вы можете видеть, здесь у нас и склон есть, и экран. Так, поехали. Я думаю, что у меня бы с первого раза так и получилось. На самом деле еще очень хорошая кардио-тренировка, вот именно на этом тренажере. Ну и очень интересно, поэтому всем советую, а пока передаю слово вам студия.